Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Крамы-Скалах и Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. В Чешминском районе рыбаки спасли двух лосей. Открытие горнолыжного сезона состоялось в Белорецке. И жители Благовещенска обсудили с архитекторами облик набережной реки Потеха. Два инвалида, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, получили ключи от квартир. На их приобретение правительство Башкирии выделило из республиканского бюджета более 2 миллионов рублей. Одну из квартир получила Гульнара Карлина. Она мама четверых детей. Один из них болен аутизмом. Также мальчик, незрячий с детства. Положенную ему по закону квартиру семья ждала 7 лет. Жители Благовещенска обсудили с архитекторами облик набережной реки Потеха. Встреча прошла в городском дворце культуры. Участники обсудили, как должна выглядеть территория набережной с прилегающими территориями городского парка номер 1 и сквер у входа в Благовещенский арматурный завод. Молодые архитекторы, ведущие проект, рассказали о функциональной модели. Участники сессии презентовали свои идеи по благоустройству. Еще одна встреча состоится в конце декабря. Там архитекторы предоставят готовый проект и вместе с жителями города внесут в него последние штрихи. Коллектив из Крамаскалинского района занял третье место на конкурсе «Подиум детской моды». На днях он прошел в Уфе. На мероприятие приехало более 300 юных модельеров со всей Башкирии, а также гости из других регионов. Наряды для модных коллекций создавали сами дети. Жюри оценивал участников в трех номинациях. Перформанс театр моды напоминал театральное представление. В номинации «Палитра» участники представили культуру родного края, наряды для первого бала или этнической вечеринки. В номинации «Хендмейд» оценивали дизайнерские украшения и аксессуары ручной работы. По итогам конкурса коллектив «Василиса» из села Прибельский Крамаскалинского района занял третье место в номинации «Палитра». Ребята представили коллекцию «Дыхание предков». В деревне Кляшево Чешминского района рыбаки спасли двух лосей. Каким-то образом звери вышли на тонкий лед на озере, но выбраться на берег самостоятельно не смогли. Животные сидели посреди водоема и даже не могли пошевелиться. Один из мужчин опубликовал видео в соцсетях. На кадрах видно, что звери ранены. Возможно, они спасались бегством от волков. Несмотря на тонкий лед и опасность провалиться в воду, мужчины приблизились к животным и перевязали их туловище веревкой. Таким образом, они по очереди вытащили перепуганных и раненых лосей на берег. В Кушнаренково прошло совещание и прием граждан по вопросам жилищного и строительного надзора. Жители интересовались новой системой оплаты за отопление, тарифами за вывоз ТКО и действующими льготами. Заместитель председателя Госкомитета Республики по жилищному и строительному надзору Динар Дияров отметил, что с начала года поступило более 20 тысяч обращений от жителей республики, среди которых всего 26 из Кушнаренковского района. Открытие горнолыжного сезона состоялось в Белорецке 23 ноября. В горнолыжный центр Мраткино приехало более тысячи человек. В открытие сезона приняли участие не только жители Белорецка, но также гости из Оренбурга, Орска, Казани и Казахстана. Мы из Казани далеко ехали, 14 часов и немножко разочаровались. Поехали, вначале в Адзаково, вообще все закрыто. Ну, по крайней мере, здесь не подъедели. Товольшее открытие на 5 с минусом. А минус в чем? Минус в чем? Мало трасс и народ столпотворился. Да, согласен. Весь на одном подъемнике и долгая очередь стоишь. Сейчас работают две трассы. Четвертая Южного склона и учебная Малого комплекса. Но в скором времени откроют первую и вторую. Горнолыжный центр работает ежедневно с 9 до 17 часов. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте ЮТВ.ру. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания.